Привет всем, кто смотрит! Вы находитесь на канале Канада Лайф, с вами Роман. И тема сегодняшнего видео это просто поездка за город. В общем, держу я путь на север города, еду в стрелковый клуб, встретиться с другом, пострелять немножко. В общем, решил вам показать дорогу туда, посмотрите, что у нас находится за городом, что у нас на дороге происходит, может быть, посмотрим. Еще посмотрим, может быть, на город к северу от Калгари находящийся, так будем проезжать проездом. Вот, ну и как мы там будем сегодня стрелять, так что, кому интересно, смотрите дальше. Поехали! Так, ну что, продвигаюсь я по западной части города, еду по нашей Калгарийской кольцевой. под названием «Стони Трейл». Вот, держу путь ко второму хайвею, который идет через всю провинцию, биссектрисой, можно так сказать, с севера на юг или с юга на север. В общем, как-то так. Едем потихонечку, держим 120, здесь лимит 100. Вот, кто уже заметил, разбитое лобовое стекло, так это нормально в Калгари, потому что у нас здесь вместо химикатов и вместо соли различные, ну, химикаты тоже есть, реагенты, но в большинстве сыпят гравий, мелкий гравий зимой. Поэтому всю зиму катаешься и этот мелкий гравий забираешь. Кому интересно, обращайте внимание на тип машин, которые у нас на дороге. Вот, много внедорожников, много траков. Вот, такие F-150, Тоджи, в общем, минивены. Семьи здесь большие у людей, вот, поэтому люди покупают машины побольше. Обычно что-нибудь с полным приводом. Вот, как-то так. Сейчас будет открываться панорама. Вот, у нас, кстати, в городе сейчас небольшой дым. Было намного хуже. Вот, дым держится до сих пор в атмосфере с соседних провинций. С соседних провинций и с Америки. В общем, Америка горит. С соседней провинции до сих пор леса горят, и поэтому вот так вот задувает. Сегодня отличный день, чтобы выехать пострелять. Обогнул я город с запада на север, и сейчас начинаю ехать с северней. Вот, кстати, вот в таких местах справа, сейчас вы видите, это дома на колесах. Это здесь люди, свои дома на колесах, оставляют на зиму. Большая такая площадка. Сейчас буду вливаться в главный хайвей, второй наш трасса. Лимит здесь 110 км в час. Сейчас я поставлю на круиз, и будем просто ехать. Посмотрите, какие у нас тут ребята на дорогах. Выехал я за пределы северного города под названием Эрдри, и так вот держу свой путь строго на север. Три линии, достаточно широкие, скорость 110 км в час. Поставил на круиз, и вот так вот буду продолжать ехать. Многие ребята тут, как вы заметите, по левой стороне, меня так обгоняют хорошенько, но пусть едут. Тише едешь, дальше будешь. Здесь большие открытые дистанции. Значит, если будет стоять полицейский с лазером, лазером своим он будет стрелять очень-очень далеко. И пока вы поймете, что он где-то там стоит, он уже будет готов вас останавливать. Вот, мне штрафы не нужны. Во-первых, штрафы это дорого. Во-вторых, это проколы на права, которые потом выливаются в страховой полис, который увеличится, месячные выплаты за страховку или годовая выплата за страховку, неважно. Увеличится, потому что есть нарушения по скорости. Вот, ну и тоже влияет немножко на мои права в плане работы, потому что я работаю водителем, и наша компания хочет иметь водителей, которые не имеют никаких штрафов, потому что им тоже дешевле платить страховку компанейскую. Вот, если у них все водители достаточно безопасные. Вот, конечно, все случается, но вот так вот приходится делать. Конечно, могу я нажать, у меня машина достаточно хорошая, V6, 3,3 литра, 300 лошадей, и быстро ездить я люблю в свое время. Гонялся со всеми, вот, на других машинах тоже, которые у меня были до этого, и тоже люблю скорость. Но вот так вот приходится просто отдыхать за рулем, вот, держать скорость, наслаждаться нашими видами. Уехал я с главной магистрали, и держу путь в маленький городок под названием Carpstairs. И вот здесь можете наслаждаться видами такими канадского сельского хозяйства. Такие вот домики. Здесь, конечно, более такой населенный пункт. Сейчас подъезжаем. Нормальные такие дома. Вот, вам еще покажу. Вот, ну вот, вот этот вот маленький загородный такой городок, такой сельского типа. Под названием Carpstairs. Прибыл я, в общем, в клуб для спортивной стрельбы. Я не знаю, если слышно на заднем плане выстрелы. Вот, сейчас будем раскладываться. Сегодня отличный день, правда, все равно дымно. У нас дым с другой провинции, из Америки. В общем, дым. Так вот, немножко видна такая вот дымка на горизонте. Но неплохо, вроде дымом не пахнет. Конечно, погода просто невероятная. 3 октября, 20 градусов тепла. В общем, сейчас буду раскладываться и посмотрим, что сегодня сможем настрелять. В общем, вот такая каталочка есть у нас. Вот, специально за собой патроны возить, чтобы их не таскать в карманах. Перчатки. Вот, и сегодня у нас будем использовать вот такое ружье фирмы Фабарм. Вот, сейчас его соберем. Это гладкоствольное ружье. Это у нас сольное ружье. Это у нас цвьё. И здесь вот, кстати, есть грузик на конце. Подставляется грузик. Кстати, помогает. Закрепляем. Здесь вот у нас челки. Вот, используем сегодня обычный челк просто для спортивной стрельбы. На нём так и написано. Вот, могу показать. Ружьё это Фабарм XLR5. Вот, кому интересно. Вот, стоимость такой игрушки где-то в районе 1500 долларов канадских. Вот, берём с собой и берём с собой, наверняка сейчас возьму, ключ для челков. Вот. Сейчас перед стрельбой подтянем. Нет, всё нормально, подтянуто. Но незаменимая вещь, если забудешь его в парковке. Потому что стрельба здесь, как бы, проводится в этом клубе большое поле. И как стадион находится, как на стадионе находятся такие станции для стрельбы. И вот потихонечку по станциям, по этим вот таким вот стендам идёшь. Есть два вида стендов. Зелёные для новичков, синие для таких уже посерьёзнее людей. И вот продолжаешь вот так вот идти по вот этому вот маршруту определённому. Купив при этом определённое количество тарелочек, по которым стреляешь. Вот. Мой друган меня уже ждёт. Сейчас обязательно защита для ушей. И пойдём в клуб. Ну вот как выглядят здания клуба. Это, как бы, главная такая небольшая площадь, можно так сказать, здесь. И здесь вот главное здание клуба здесь приёмное. Также магазин. Вот здесь такие вот машинки можно взять. Если вы идёте по синей линии, как бы стреляете станции, расположенные на синем, можно так сказать, пути, то там немножко посложнее. Но мы туда тоже ходим. Вот так вот выглядит магазин у них. Здесь патроны лежат. Пожалуйста, здесь вот одежда. И вот такие серьёзные ружья висят. Вот если сейчас мой телефон поймает. Пять тысяч долларов. Серьёзные такие экспонаты представлены. Ну вот здесь вот одежда, сейфы. Сейф продаётся за две тысячи долларов. Также здесь можно посидеть. Сейчас досниму здесь вот магазинчик у них. Да, можно посидеть. Есть кафетерия. Вот. Посидеть, отдохнуть здесь. Когда настоящая осень наступит, дровишки горят. В данный момент они сейчас что-то жарят. Вот такая вот кафетерия здесь. Вот. Ну здесь собака у них живёт. Вот. Сейчас вам покажу. Выйдем. Зонтики выдаются тоже. Thank you. Также можно снять в аренду. Взять вот такие вот тоже ещё каталки, чтобы не таскать ружьё своё. Вот так вот прям люди снаружи оставляют. Никто не берёт. Вот. Сейчас мы продвинемся вот в это место под названием Утиное озеро. Здесь много-много станций, которые выплёвывают тарелочки в вашу сторону. Вот. И здесь можно размяться перед тем, как начинать основную стрельбу. Вот такое вот Утиное озеро. И здесь вот из этих вот домов, таких вот установок, вылетают в вашу сторону тарелочки. Вот. И здесь можно ещё даже выше подняться. Вот такие вот установки. Естественно, вот батарейка, всё запитано. И вот. Вот так это всё выглядит. Также вот совсем недалеко. Это всё дома фермеров, частные дома. Люди, которые вблизи живут, надеюсь, им нравится тут жить. Не очень громко. Мы сейчас что-нибудь попробуем сделать. Вот. Так, ну что, попробуем разогреться по барам АККВР-5. Стол. Стол. В общем, сегодня мы на зелёной полосе. Вот. Будем проходить стенды, как новички. Вот так вот, для разминки. Потом посмотрим. Видно, что вот это вот место кто-то просто выкупил чью-то ферму, потому что здесь частенько встречается там малина, ещё что-то. В общем, видно, что кто-то так вот сделал. Вот такие вот здесь стенды. Это мой друг Брэндон стоит. Вот, сейчас мы тут раскладываемся патроны. Вот такой вот стенд и наше вот ружье. И здесь вот немножко пишется, откуда будут вылетать тарелочки. Вот. Здесь вот такой вот пульт подставляется. Он вешается здесь вот внутри. Здесь крючок такой есть внутри. Вешается. И нажимая кнопки по команде «Твой друг» или можно голосовые команды давать, будут вылетать тарелочки. Вот. И по ним нужно просто стрелять. Вот такой вот вид отдыха в субботу. Подошли мы, в общем, на вот такую станцию. И вот прямо вот из этой коробки, тут установлен механизм, здесь вот солнечная панель, вылетают тарелочки. Это будет мишень «Б». В общем, мой друг Брэнд сейчас попросил. И мишень «А» вылетает нам навстречу вот из той коробки слева. Окей, you good to go? По! Вот так вот. Также можно осуществлять стрельбу дуплетом. Максимум количество, естественно, патронов ружья. Мое ружье берет пять, но максимум можно иметь только два. Так что можно также заказывать дуплет. Сейчас что-нибудь попробуем. О! Может быть, на видео не было видно, но вот слева вылетает тарелочка «А» и летит в нашу сторону и достаточно так медленно слева направо приземляется. Ну, неплохо получилось. Прибыли мы на стенд номер семь. И этот стенд называется «Заяц». Вот здесь вот по земле вылетает тарелочка и через вот эти вот трамплины выпрыгивает, как «Заяц». И ее нужно попробовать подстрелить. Сейчас посмотрим, что мой друг Брэндон сможет сделать. О! Нормально. Вот так вот. Подошли мы к последней станции. Здесь вот догнали другую группу людей. Конечно, их больше, поэтому стреляют они медленнее. Но могу вам показать, что вот это вот все фермерские дома. Здесь вот живут люди. Так близко вот к этому стрелковому клубу. Есть лимит на длину ружья. Как минимум, ружье должно быть 26 дюймов в длину. Вот так же определенные патроны должны быть использованы. Это все сделано для безопасности и количества общего звука. Вот, как-то так. Сейчас будем уже заканчивать, когда вот эта группа закончит стрелять. Ну что, я прибыл в маленький город под названием «Карстерст». Вот, что вы можете ожидать, находясь в таком городе. Вот, поля. Фермерские поля. Здесь почти ничего не происходит. Пустота, как вы видите. Пустые улицы. Через весь город идет железная дорога. Вот такие вот маленькие городишки в Канаде строились вдоль железной дороги всегда. Ну вот, как было, так и осталось. Сейчас попробую вам заснять товарняк. Товарняки, кстати, в Канаде очень длинные, 200 вагонов. Вот. И теперь весь город будет ждать, пока этот поезд проедет. Сейчас посмотрим. Товарняк уехал. Сегодня в городе Родео, говорят. Так что собралось много людей на траках с прицепами лошадинами. Вот. Ну, вот такой вот прикол. Еще загородные жильцы сельского типа любят дизельные автомобили. Вот. И любят модифицировать на них выхлопную систему. Что вот так вот звучало, как самолет. Ну, что я могу сказать. В таком маленьком городке ловить нечего. Вот как раз-таки для тех, кто хочет переехать в Канаду, например, по вот этому пилоту, где можно переехать в какой-то сельский городок. Там какая-то это rural программа, в общем. Вот у них есть. Что у них тут есть? Магазин, заправка. Вот. Серьезные такие, правда, у них грузовики есть. Здесь по 5,7 литров. Вот. Магазин, заправка. Жилые дома. И больше ничего. Кстати, вот это вот достаточно старый такой дом. Весь оброс уже. Вот у кого-то дом на колесах. Вот так вот выглядит это. Естественно, тихие улицы. И больше здесь ничего нет. Ветер, перекати поле. скрипит знак стоп. И все. Пустые есть такие вот земельные участки. Ну и вот как-то так. Хочу вам передать атмосферу маленького города. здесь вот у них что-то они дорогу чинят. Все равно за дорогами следят, естественно. Вот. Сейчас проедем дальше. Посмотрим, что за городом находится. Все так очень тихо, спокойно. Конечно, с Калгари не сравнишь. Вот это у них главная улица, которая ведет ведет на хайвей. А вот эта улица в мой стрелковый клуб. И, кстати, лимит здесь 30 км в час. Так же, как и жизнь здесь достаточно медленная. Нахожусь я прямо на выезде из этого города. Вот одна дорога, которая ведет к хайвею, главному, к нашей магистрали, которая ведет в Калгари. За городом ничего нет абсолютно. Просто поля, равнины, брикеты с сеном. Вот. Дома фермеров. Вот. Когда-то эта земля здесь раздавалась или покупалась. Сейчас фермерскую землю, конечно, достаточно дорого купить. И я бы сказал, продается она там по какой-то цене за акр. И говоря с некоторыми фермерами, нужно купить определенное количество земли, чтобы оно того стоило. Вот, по их словам. И вот такая вот одинокая дорога, которая просто почти, можно сказать, ведет никуда. Вот что можно увидеть за городом в Канаде. вот такое раздолье. Кстати, на этих дорогах много живности. В полях много оленей гуляет, зайцев, койотов. Так что вот на таких дорогах, особенно ночью, нужно очень аккуратно смотреть за дорогой всегда. Заехал я в жилой район здесь. Вот здесь бейсбольное поле, которое пустует. Кстати, в Канаде это не очень популярный спорт, поэтому частенько бейсбольное поле вы увидите пустым. Здесь вот парк. Интересная такая церквушка. Основана в 901 году. Немножко истории здесь. Так, кому интересно, поставьте на паузу. Да, вот такая у нас золотая осень. выдалась в этом году. Опять-таки здесь какие-то сельскохозяйственные здания. Плюс здесь еще керлинговый клуб. Вот. Опять я вижу две церкви вот здесь на углу и справа церковь. Игровая площадка. Ну, вот как-то так выглядят улицы такого маленького городка. тихие, широкие такие улицы. Сегодня, конечно, в городе Родео. Я так понимаю, большинство людей поехали туда. Вот такие вот траки. Все на меня смотрят, как будто я вышел из НЛО. Вот. Наверняка они тут все друг друга знают. вот такая вот тишина здесь. Старые машины 90-х годов. Низкие здания выглядят как в каком-то вестерне. Вот эта вот церквушка римская католическая. Ну, вот, надеюсь, я смог вам передать атмосферу такого загородного города, можно так сказать. Вот. Думаю, на этом буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за просмотр. Жмите лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну, и до следующих видео. Пока.